а я уже показывала рассказывала и объясняла много раз про технический рисунок сейчас прям вот буквально две минуты посвящу этому пробегусь по разнице между фэшн иллюстрации техническим рисунком и художественным эскизом что это такое где это применяется она все нужно то есть не надо думать что что-то одно нужно что-то нет просто у них разные цели соответственно что у нас есть основное когда мы говорим о дизайне одежды это фэшн иллюстрация это художественный эскиз и это технический эскиз если это если это фэшн иллюстрация то здесь речь идет в первую очередь о красивой картинке о том чтобы передать художественный образ чтобы это было все красиво ярко сочно при этом не имеет значения большого какие у вас пропорции они всегда идут в угоду красоты и удобства вот какие материалы то есть совершенно неважно эта картинка которая сама по себе является ценностью когда мы говорим про художественный эскиз то здесь как правильно используются пропорции тела 1 к 10 или 1 9 когда фигура вытягивается и становится более высокая при этом голова умещается 9 или 10 раз в росте некоторые удлиняют ноги еще больше получаются такие длинные кузнечики вот это уже с прицелом на изделие здесь собирается образ его художественное восприятие и соответственно в дальнейшем это будет реализовано в изделии но пока это просто идея это образ который мы хотим передать технический эскиз по сути это чертеж вашего будущего изделия который вы можете отдать их новому конструктору и по данному чертежу у вас уже соберется ваше задуманное изделие здесь основа это то что этот рисунок должен быть реализован а вот соответственно технический эскизы они достаточно много где используются вы можете их найти в журналах особенно как которые касаются выкроек а там та же бурда например там всегда есть страница есть в фирмах которые предоставляют готовые выкройки на упаковке нижнего белья проистанционные борды ассортиментные матрицы но это вот внутренние документы компании технологическая документация которая подается на производство для того чтобы ее затем ну соответственно произвести в изделии кост-шиты это такой документ который собирает в себе все операции и по нему происходит просчет изделия трендбуки лукбуки мерчандайзинг то есть очень и очень много где он сейчас я просто примеры покажу до чтобы понимали вот на упаковке то есть когда вот здесь вот в это видите так ну что такое что что-то прям всех как разобрала ну кукума хороший у меня да у меня что-то немножко не работает компьютер в новый купили он еще пока не готов а вот есть упаковка когда у нас и здесь есть вот презентационные борды когда вы собираете коллекцию ассортиментные матрицы то есть здесь вы уже планируете какой-то ассортимент по группам и по этим группам идет определенное распределение вот эта технологическая документация то есть у вас отрисован эскиз есть много типов рисунка когда он рисуется на шаблоне когда он просто так рисуется к нему добавляется описание то то что мы будем делать сегодня то что очень важно для фабрик те кто у меня на курсе они знают что я даю несколько техник рисунка эскизов несколько подходов несколько описаний и вы потом выбираете тот который актуален в данный момент то есть я ну стараюсь максимально широко раскрыть эту тему вот они кост-шиты да наталья привет вот то есть когда вы технический эскиз а здесь идет описание по операциям во-первых по стоимости материала потому сколько будет стоить фурнитура и все прочее то есть это вот такие штуки это рабочие тренд буки если кто-то сталкивался я кстати на выставке блин опен познакомилась с трендовым агентством тренд square и я думаю что мы с ним сделаем тоже прямой эфир расскажем вам покажем как это все работает это очень интересно вот там внутри тоже используются лукбуки когда есть фотография до изделия на непонятно как она сделана сзади и это все делается мерчендайзинг кто работал визуальным мерчендайзером да кто занимается расстановкой оборудования и непосредственно уже наполнением этого оборудования ассортиментом вот это так происходит то есть очень часто еще нету фотографии еще нет готовых изделий а залы уже полностью распро не распланированы особенно в крупных компаниях fast fashion когда происходит постоянное движение то есть каждые две недели происходит обновление делаются вот вот такой толщины вообще прям мерч буки так называемым которые показывают движение товара в зале вот ну и методы отрисовки с чистого листа на ванке по фото то есть когда вы берете чистый лист на нем рисуете сразу сами задавая пропорции когда вы берете какой-то шаблон фигуры шаблон фигуры как правило берется относительно вашего эталонного размера то есть если вы делаете дети ну то есть вы берете какой-то детский размер кто у вас самый цивиливик там ну 10 лет 11 лет 7 лет кто это будет да может быть это будет маленькие совсем детки если это женская одежда то тоже а кто у вас будет среднего размера да кто ваш эталонный размер это s m l какого обхвата какой полнотной группе вот прорисовывается такой шаблон на котором потом работают дизайнеры можно рисовать по фото иногда эти техники все складываются то есть это условно есть еще два типа это реалистичный и плоский они тоже взаимодополняющие то есть получается что когда вы вот так нарисовали да непонятно что это за изделие и часто к нему добавляется такой плоский эскизик который показывает плоскую раскладку данного изделия и он потом собирается в кучку ну и соответственно два способа создания это от руки и на компьютере от руки и вы сони вам уже это все показала рассказала и сделала а на компьютере сейчас покажу я какое хочу сделать дополнение смотрите поскольку я снимаю с телефона я параллельно пишу компьютер и можно будет на ютюбе посмотреть в более высоком качестве чем то что у нас получается в инстаграме все эфиры будут сохранены поэтому вы сможете их пересмотреть плюс который сейчас я тоже покажу о том что если мы говорим с вами про компьютерное проектирование то здесь у нас возникает такой момент как цветомодели то есть когда одно и то же изделие вы можете прокрасить в разные цвета посмотреть как она смотрится залить реальными тканями если не покажу как это делается чтобы это понимали то есть сделать сразу дизайн описания она может быть полная она может быть сокращенная в зависимости от цели в зависимости от того кому вы будете предать документы производства либо конструктору который сидит у вас под боком и и с которым вам проще словами пообщаться То есть там это много нюансов, но, как правило, делается максимально для того, чтобы не возникало вопросов, а что это, как это, куда это. Теперь я перехожу в программу Adobe Illustrator. Я сейчас работаю в новой версии CC 2019. Мы с вами рисовали вот такую фэшн-иллюстрацию. И я именно это платье буду отрисовывать, соответственно, в техническом эскизе. Шаблон вы можете у меня скачать. Он доступен. Сейчас я выберу эту девчонку. И перетащу ее на шаблон. Есть два типа шаблонов, которые можете скачать на сайте. Это вот такой шаблон JPEG. Я его затащила в Vector. Он просто картинка. И есть вот такой шаблон для технического описания. Здесь уже вы можете сделать как технический эскиз на шаблоне, так и цветомодели поставить. Я сейчас покажу, как это заполняется, как это будет выглядеть. Итак, вот у меня есть шаблон. Я заблокировала тот слой, на котором он размещен. Ставлю рядом девчонку свою, чтобы понимать, с кого я рисую. Специально это делаю для того, чтобы вы понимали, что это, ну, как бы вот у меня есть художественный эскиз, да. И как потом с этим художественным эскизом работать, как потом из него вытаскивать технический. Соответственно, рисовать я буду именно платье, которое здесь есть. Оно достаточно простое, но я хочу этим эфиром сейчас вам показать не ту сложность, которую может сделать Adobe Illustrator. Вы сможете это там и на YouTube у меня найти, и все. Я этому обучаю. У меня есть полный курс. Если вы хотите именно Adobe Illustrator, по ссылочке в шапке профиля перейдите и почитайте. Там полный-полный курс Adobe Illustrator. Также есть книга, если вы хотите. Но одной книги обычно не хватает. В ней недостаточно практики. Значит, в чем отличие при рисунке от руки? Во-первых, мы рисуем не линии, мы рисуем замкнутые контуры. А во-вторых, если изделие симметричное, мы можем рисовать половину, а потом сделать так называемое раззеркаливание. То есть оно будет абсолютно симметрично. Ну, те, кто, например, строит конструкцию, также знают, вы же не строите сразу, ну, как бы две половинки. Вы строите вторую половинку, достраиваете, только если она какая-то асимметричная, на ней какой-то дополнительный дизайн. Так и здесь. Мы можем построить половинку, потом раззеркалить. Вот, соответственно, сейчас я буду рисовать платье. В этом платье у меня здесь простой круглый город, рукава чуть-чуть ниже запястья, да, и здесь есть рельефы и линия членения по талии. Вот это все сейчас я сюда перенесу, и оно сразу приобретет другие пропорции, потому что эта фигурка, она у меня реалистичная. Смотрите, рисую я половинку. Здесь у меня уже есть опорные линии, что очень и очень удобно, потому что они мне позволяют сразу четко выстраивать мою конструкцию. Рисую я инструментом перо. Если кому-то очень интересно, как это все происходит, на моем YouTube-канале есть марафон по созданию технического рисунка в Adobe Illustrator, он бесплатный, вы можете туда зайти и посмотреть, как это все происходит. Но, конечно же, более детально, с проверкой я этому учу. На курсе показываю совсем не одну технику, а несколько, но это кто хочет, приходите, пожалуйста. Кстати, до 10-го числа еще есть скидочка, поэтому прям буду очень рада видеть. Будем прорисовывать сейчас элементы. Если есть вопросы, задавайте, я периодически поглядываю на экраны и могу вам сказать. Как я уже сказала, рисуем половинку. И то, что удобно в этом шаблоне, у меня уже есть центральная линия. Я относительно центральной линии могу это делать. Конечно же, потом это может немножечко поправиться, если вдруг какие-то точки встанут не туда, куда бы хотелось. Здесь уже есть точка центра груди, через которую легко вести рельефы. Рельефы тоже есть разные техники. Кто-то ведет линии. Я категорически против линий. Я люблю, когда они все-таки замкнутыми объектами. Кто у меня учится, они знают эту технику. Это возможность создавать объекты, которые абсолютно друг в друга входят. И потом это безумно удобно для работы. Немножко она сложная сначала для восприятия, зато потом получается классный результат от нее. Так, вот мы нарисовали, получается, верхнюю часть полочку. Полочку, бачок. Линия осталась на классическом месте по центральной точке груди. Теперь сейчас нарисуем рукавчик. Рисовать я буду именно половинку. Там, чтобы было интересно, там у меня было некоторое расширение и удлинение. Соответственно, здесь я его тоже хочу повторить. Оцениваю результат, насколько он меня устраивает. Плюс работа в векторе. Я могу потом это поменять вот столько раз, сколько мне надо. Так, теперь немножечко подальше. Смотрите, что я могу сделать, чтобы вам было лучше видно. То, что я рисую черным, сделать этот рисунок красным. И тогда все линии, которые я буду рисовать, будут лучше видны. Сейчас вот так. Вот. То есть поверх шаблона я прорисовываю линии. Теперь буду рисовать юбочку. Мне нужна центральная линия. Она у меня, как видите, прямо идет в пол. Соответственно, ну, даме нужно будет встать на каблук. И клише не идет от бедра. Это она точка. Я сейчас нарисую, потом немножечко поправлю по линиям, чтобы оно было более ровно. Так, и здесь у нас тоже с вами есть бачок. Тоже, смотрите, удобно оно идет. Вот до этой точки можем вниз это все провести. То есть все точки, они конструктивно находятся на своих местах, никуда они не бегают. вот что у меня получилось. Так, сейчас мы их разберем. И если, ну, хочется посмотреть, да, как это все смотрится, я рисую таким, только линеарно. Можно залить сразу цветом. Таким образом вы увидите, что вот у меня уже нарисовалась половинка. Вот она есть. У меня есть на ней линии и все прорисовано. То есть, как бы, я изначально строю чем-то похоже даже на конструирование. То есть, я учла, где у меня будет линия членения. Она по талии чуть-чуть даже завышена, потому что, если вот здесь смотреть пупок, да, как будет идти линия рельефа. Я четко это все прорисовала. Так. Теперь я хотела сделать одну маленькую детальку, которую на платье нет, но это будет мое дополнение. Вот здесь вот на рукаве хотела сделать возможность того, чтобы выходил пальчик, как на митинге. То есть, его надо прорисовать. Вот. И немножечко поправим по форме. Что сразу сделаю? Сразу дам отстрочку по низу изделия. И тут вот, когда уже рисуется эскиз, да, нужно понимать, какой у вас это будет материал и как это будет все. ну, собрано технологически. Конечно, можно посоветоваться там потом с конструктором, чтобы он вам подсказал. Ну, например, я планирую, что это будет очень плотный трикотаж, который по низу будет обрабатываться не с рукава и не с изделия, будет обрабатываться распашивом, да, подгибкой распашив. Ну, соответственно, я рисую линию. Есть здесь такая палитра, она называется обводка. Так, где она у меня? Окно. Обводка. Вот. И в этой палитре можно настроить сразу функцию пунктира. Сейчас мы сделаем. Так, и можно поменьше. То есть вот оно будет вот так отстрачиваться. И здесь, соответственно, тоже по краешку нужно будет задать отстрочку. То есть технологически просматриваем, как это будет сделано. Так. то есть еще, видите, вот плюс работы я могу очень сильно приблизить, там что-то поколдовать внутри и отодвинуться. Здесь теперь надо посмотреть, нужна ли нам отстрочка по рельефам или нет. Насколько она будет актуальна, например, если по этому рельефу ее задавать. И, конечно же, по горловине она будет нужна. Там внутри будет обтачка, но мы потом ее нарисуем единой линией, чтобы она у нас... Или сейчас можно нарисовать, потом ее соединить просто. Так. Вот так. Так, здесь мы нарисовали. Ну, давайте по рельефу тоже дадим. Она как раз будет... это вот так называемая работа с кривыми. То, что основная вот часть вектора. Вот она, кривизна вся, вот они, кривые. Можно дать отсрочку с одной стороны, можно дать с двух. Это уже сразу закладываем в эскиз. Сделали. Вот она у нас половинка получилась. Теперь делаем волшебный финт ушами, за что я обожаю вектор. И делаем... Оп! Получили сразу симметричный эскиз из двух половинок. От руки, конечно, такого вы никогда не сможете сделать. Теперь мы можем соединить центральные части. Здесь соединить. Рукава получались абсолютно симметричными. Вот то, что этот пропало, это ничего страшного. Это нужно просто на задний план перевести и все у нас вернулось. Сейчас еще горловинку посмотрю поближе, чтобы она была правильная. Эти две линии. таким вот образом получается эскиз линии сейчас переведем в черные, а еще вот здесь вот линия пропала, мы ее вернем. все на месте. Нам надо еще линию низа оформить. Как я уже сказала, если потенциально я думаю о том, что это платье будет из трикотажа, то соответственно по низу оно у меня будет обработано распушивалкой. Раз я это думаю, значит я это и обозначаю. Да, всем привет кто присоединился. Вот такая штука получилась. Теперь рисуем спинку. Спинку мы можем сейчас вот так вот отзеркалить и просто немножечко поправить. Во-первых на спинке всегда у нас горловина будет менее глубокая то есть соответственно нужно откорректировать эти точки. Можно даже полностью не перерисовывать эскиза просто отработать его детали. так что у нас еще добавить у нас добавится линия центра потому что будет шов в котором будет молния однозначно на соответственно центр центр и она будет у нас сплошной вот и конечно же немножечко изменится форма рельефов она не будет оставаться такая же как на полочке немножечко не попало сейчас возьмем чуть-чуть сдвинем то есть надо немножко убрать изгибы здесь по линиям и что я сейчас могу сделать то есть я поправила одну линию убрать вот эту вот деталь не нужно откорректировать опять же половинку и потом ее раззеркалить молния здесь будет потайная поэтому я ее прорисовывать наглядно не буду она мне не нужна здесь сама своим студентам говорю сейчас делаю ту же самую ошибку цвет контура совпадает с цветом выделения ничего не видно меняю и сразу вижу где у меня что так вот отлично все поправили и теперь выбираем бачок выбираем нашу линию по центру и раззеркаливаем все встало на места то есть мы здесь тоже поправили но поскольку молния есть ее надо обозначить сейчас мы ее по крайней мере пулер так называемый мы его поставим сюда он здесь нужен те кто не рисует от руки я думаю что вы видите здесь процесс он больше такой чертежный то есть вы получаются геометрические детали собираете между собой и получаете соответственно уже из геометрических деталей сооружения это будет молния так сделаем черную заливочку и будет вообще отлично все видно можно еще поставить засечку понизу хотя обычно их не видно то что вот здесь по месту окончания молния прошу прощения так вот оно теперь мы все это дело выбираем ты не убираешься и прокрашиваем черненьким вот по сути наш именно технический эскиз готов что что теперь можем делать дальше с этой красотой а дальше мы можем начать колдовать по полной программе ну во-первых мы можем сделать заливку реальными цветами то есть как у нас вот на фэшн иллюстрации дана заливка реальной тканью так же мы можем это перенести и сюда давайте буду показывать как это происходит сейчас мы сдублируем чтобы у нас ничего не потерялось вот соответственно вот он наш красивый эскиз выбираем детали и делаем на них заливку все до боли просто и намного намного в разы быстрее чем если бы я то же самое например делала бы в ну от руки да то есть мне бы это достаточно долго время заняло прокрашивание плюс ко всему сейчас я спинку не буду прокрашивать потому что она будет очень похожа смотреться я теперь могу это же платье начать прокрашивать в другие цвета и понять насколько оно будет хорошо смотреться в других цветах то есть например я могу взять и сделать бачки темно-синим то есть мы уже перекладываем то что у нас сделано и начинаем к этому подбирать то есть технологии технически я практически ничего не меняю то есть у меня будет одна и та же конструкция но при этом уже визуально будет другой ряд совершенно да вот например я это платье взяла и сделала его там с цветными бачками просто поменяла ему цвет бачков могу его целиком сделать однотонным сейчас то есть это то что дают технические эскизы векторе когда вы можете взяв одну конструкцию очень легко и быстро сразу подумать посмотреть как будет это все действительно выглядеть в каких тканях если у вас например есть коллекция тканей либо вы съездили в магазин и подобрали какие-то ткани которые вот реальные и вы бы хотели чтобы оно было выполнено из них можете прям сразу заливать немножко слетели мои пунктирные линии хочу их вернуть и сразу вам покажу маленький секрет когда у нас сделан эскиз и на нем линии не видно то мы можем линии цвет рисунка линий дать другого цвета например светло-серого и за счет этого будет их лучше видно смотрите вот то есть и сразу видно получается о чем речь вот то есть это первый вариант который мы можем сделать имея абсолютно одинаковый эскиз практически ничего не меняя в нем просто меняя заливку я сразу могу сделать несколько изделий что я сделать еще могу это уже такое простое моделирование но оно как бы очень технологичное так смотрите буду делать только по полочке соответственно надо и по спинке тоже сейчас я покажу вот я скопировала оставила только перед вот вот он у меня исходник что я могу сделать и как я могу это платье модернизировать ну например самый банальный пример самый вот очевидный могу от него отрезать рукава у меня сразу получилось другое платье хотя любой конструктор скажет что это не та же модель потому что придется немножечко править линию горловины потому что платье безрукава и платье с рукавом оно немножко по другому но суть осталась прежняя не меняя основной конструкции могу убрать длину просто взять и сделать его короче то есть и вот сейчас я его скопировала без шаблона если я бы оставила шаблон я бы могла четко определить какой оно будет соответственно длины плюс ко всему я могу сделать взять ту же самую модель и например ее сделать более широкой так не видно сейчас то есть я беру ее расширяю и это смотрите оно тоже особо не меняет конструкцию то есть там по низу немножечко вот и буквально за сколько времени это у меня заняло я уже получила разновидности моего платья и как с ним можно работать я могу поменять рукава я могу поменять форму горловины то есть имея один и тот же шаблон могу с ним делать все что мне понадобится и это вот для вектора очень большой плюс потом вы можете просто взять и собрать документ вы берете копируете ваше платье у меня есть здесь уже тоже шаблон чуть меньше чем то на чем я рисовал мы сейчас поставим то есть вот вы сразу уже конструктору передаете эскиз который нарисован на шаблоне здесь стрелочками рисуете соответственно линии и подписываете что это да там например здесь будет потайная молния я сейчас пример покажу мы не будем полностью расписывать это платье но это сейчас не актуально то есть вот я делаю стрелку здесь же есть в иллюстраторе опять полная так параметры возможность как бы нарисовать стрелку давайте мы еще сделать например красный да и подписать что там внутри у меня находится там потайная молния нейлоновая там сейчас потайная молния нейлон четверочка то есть если у меня уже есть карты я сразу сюда подбираю и вношу длина скажем там 60 сантиметров но это я не уверена это я сейчас от головы пишу желательно промерить проконсультироваться с конструктором да соответственно она вот здесь будет в центральном шве у меня дальше подпишу все остальные моменты которые от меня как от дизайнера будут идти то есть насколько будет ниже да там спадать это на руку то есть когда у меня рука и вот она будет вниз вот так двигаться насколько это будет отходить пропишу там ширина но здесь классическое расположение рельефа поэтому могу не обозначать попишу какая здесь отстрочка то есть что она будет на 0,1 там каким цветом вот после этого в соседскую я могу вставить например вот эти два платья я сейчас показываю как заполняется дизайн описания это не технологическое описание это дизайн описания которое вы можете передать конструктору технологу которые будут с этим работать то есть такой вот документ с которым вы уже к ним придете так сюда соответственно я вставляю как это выглядит в цвете вот и здесь детально подписываю то есть что у меня это будет какое название бренда какое название коллекции там дата создания эскиза если у вас потоковое создание эскизов это очень важно какой артикул какие цветомодельные я там ну напишу например там рельефная синяя там темно-синяя контакты мои как со мной сконтачиться когда будет работать с этим конструктор состав какая у меня это будет ткань и там например 60 процентов хлопок 40 полиэстер какого веса какого переплетения что на нее будет нанесен там принты или что это будет выплетено описание модели что это платье женского полуприлегающего силуэта с рельефами то есть да вот это вот описание вот и соответственно дополнение здесь пишутся какие-то особые вещи например только химчистка вы там посмотрели состав ткани и по нему прописывается что это только химчистка по другому вы никак не можете это сделать ну там дополнительная какая-то обработка или еще что-то вот это вы сюда вкладывайте чтобы это не забылось здесь как правило прикалываются кусочки ткани вот прописывается ее цвет артикул чтобы вы понимали ну из какого магазина подкладывается фурнитура то есть я здесь напишу что это будет молния такая-то такая-то такого-то производителя здесь это будут нитки какого цвета какой толщины чтобы ну это бы учитывалось если просто есть модели которые например шьются внутренние швы одними нитками а отстрочка идет другими ну тот же деним те же джинсы да это постоянно там внутри вы увидите одни нитки а отстрочка она всегда идет более толстая здесь вот это все надо написать и что-то другое будет это принт буду я отдельно его разрабатывать будет это какой-то момент вот так вот у вас получается два листа вы их либо распечатываете либо собираете в pdf они могут дополниться еще дополнительными листами если у вас там будет например какие-то дополнительные схемы элементов карманов вышивки принта всего чего угодно да и соответственно вы передаете это конструктору технологу либо на производство полного цикла где есть свой конструктор и технолог после этого уже формируется технологическая документация которая вот этот весь конфекцион который вы сюда указали он расширяется потому что я здесь там не указала ни клеевые я не указала как это будет упаковываться какие лейблы будут туда вшиваться это все нужно тоже прописать для производства вот приложится пакет лекал приложится градация на сколько размеров плюс-минус соответственно если конструктор работает в программе то это dfx для печати на плоттере плюс должна быть раскладка он передает на производство чтобы на стиле это все печатали вот технологические узлы пропишутся и вперед этот документ вы можете отправить ну например на фабрику в Китай они вам полностью сделают хотя китайцы ушли они вам и так сделают только непонятно по каким размерам то есть это тоже надо все обговаривать вот и вы получили соответственно эскиз это то что я хотела показать сегодня рассказать то что у нас задержалась вот такая вот разница то есть имея художественный эскиз имея технический эскиз смотрите какая получается разница да то есть и пропорция другая и я не могу сказать что у меня манекен на какую-то большую тетю сделан это вообще на 42 размер то есть вполне модельные пропорции но то что я здесь нарисовала худую макаронину которая очень высокая длинная и модельная то даже перенеся это платье с нее уже просто на манекен оно поменяло свои пропорции и вот этим технические эскизы они очень сильно отличаются очень сильно полезны сразу проясняются в мозгах на моем опыте я работала в компании где дизайнер рисовал художественные эскизы и был дизайнер отрисовщик который перекладывал это все вот на реальные пропорции и очень часто потом от эскиза отказывались то есть при фэшн иллюстрации это все было очень здорово и красиво при техническом рисунке понимали что получается толстая тетя которая не красит это совершенно модель вот так что на сегодня вот такой вот обзор я вам сделала я надеюсь что вам было полезно вы будете этого использовать тетя